Всем привет! С вами я Вилу и сегодня у нас обзор на раскраску. Я люблю раскрашивать милые картинки. Меня попросили снять обзор на эту замечательную раскрасочку. Я была рада, что вас она заинтересовала. Вот, поэтому давайте приступим. Начну я с минусов. Для меня самый главный минус это то, что раскраска на склейке, так как некоторые иллюстрации будут просто не прокрасить. По той простой причине, что, ну как бы, вот так вот раздвигать, раздвигать и раскраска, ну как бы, развалится. Ну и еще один минус, я считаю, это то, что бумага очень-очень-очень плохая. Она просвечивает буквально все фломастеры. Я нашла лишь свои кахенур, которые у меня нигде не просвечивают, даже в самых дешевых раскрасках. Ну, с некачественной бумагой. Тут бумага качественная, но как бы просвечивает, да. То есть вы видите, даже картинку просвечивает. Рисунки здесь действительно безумно милые, няшные. Я раскрашу эту по порядку, потому что, ну, каждая иллюстрация божественна. Если вы хотите куда-то с собой взять эту раскраску, то она идеально вам подойдет, так как здесь и как бы картинки вам не наскучат, так как они на разные темы. В основном это, конечно, еда и животные, ну и растения. Но есть как бы немного другого, разного всякого. С собой также удобно брать, так как маленький формат. То есть квадратная, маленькая, но при этом довольно толстенькая раскрасочка. Здесь иллюстраций, как вы видите, много. И они все, в принципе, разнообразны. То есть, да, ну как, стиль один, но они, в принципе, разнообразны. Из плюсов еще хотела сказать то, что детали довольно крупные. Их будет очень удобно раскрашивать всем. И, в принципе, любителям мелких деталей тут есть где разгуляться, скажем так. И любителям крупных деталей здесь просто рай. Мне кажется, даже деткам подойдут такие раскрасочки. Ну, по крайней мере, вот это точно. Вот у меня брат просит, чтобы я ему все время ее дала проскрашить. Но мне как-то жалко, поэтому я ему просто распечатываю эту картинку, которую он хочет. Я ему ксерокопирую и печатаю ее. Да, стоила эта книжечка около 100 рублей, чуть меньше. Покупала я ее на лабиринте. Безумно вам ее советую. Ставлю, наверное, 4 из 5 по качеству бумаги и 5 из 5 по рисункам. Почему 4 из 5, вернее, не по качеству бумаги, а по качеству самой раскраски? Потому что качество раскраски хорошее. Печать не размытая, то есть печать четкая. Но минус это, конечно, склейка и просвечивающая бумага. Но если вы хотите раскрашивать карандашами, то смотрите, все нормально будет. Вот это у меня разные фломастеры я тут тестировала. И единственное, это кахенур. Вот это у меня бик, но так как здесь черный фон, здесь, в принципе, не просвечиваю. Ну вот, видно, конечно, но не так сильно. А вот на таком светлом фоне, конечно, лучше раскрашивать фломастерами, которые у вас нигде не просвечивают. Такие, ну вот у меня, допустим, кахенур. Так, да, я надеюсь, вам понравилось это видео. Скоро, скоро выйдут обзоры на раскраски Милимаротте. На четыре раскраски. Ну как скоро? Ну я надеюсь, что раз в неделю будет выходить одно видео про раскраски и одно видео про канцелярию. То есть или покупки канцелярии, или там сравнения, или видео о моей канцелярии всей. Ну, в общем, что-то будет. Я надеюсь, что мой график никуда не съедет. У меня не появятся какие-то более серьезные планы. В общем, надеюсь, все будет нормально. И видео будут выходить два раза в неделю. Один раз про раскраски, один раз про канцелярию. Так как многие из вас просят, чтобы я снимала раскрашиваем вместе. Но, ребят, извините меня, пожалуйста, просто сейчас, ну, никак я не могу. Вообще нет времени на раскрашиваем вместе, потому что это долгий процесс. Так как сейчас в этом месте я практически не раскрашиваю, потому что у меня нет времени, чтобы вот так прям сидеть и раскрашивать. Особенно какие-то большие раскраски, а вы просите в основном это там Джона Бесфорд или Милимароту. Во-вторых, это, как бы, монтаж. А монтаж именно видео про, в общем, процесс, как я раскрашиваю, это очень долгое время занимает этот монтаж. Потому что там нужно все урезать, ускорить, наложить звук. То есть, ну, вот сценарий, естественно, написать, подобрать какие-то вопросы. Это очень много времени. И я думаю, такие видео будут выходить летом. Они будут выходить. Я надеюсь, что ничего не изменится. У меня будет летом много времени. Я никуда не буду особо так уезжать. Вот, но в мае, в апреле вряд ли, потому что в мае у меня сейчас будут экзамены в школе. Это именно экзамены, это не ЕГЭ. А в апреле у меня сейчас экзамены музыкалки, поэтому, ну, вообще никак не получается. Поэтому извините меня, пожалуйста. Ну, я надеюсь, вы будете рады и видео просто про раскраски, то есть, обзоры какие-то, сравнения, может быть. Ну, в общем, что-то такое. Ну, и, конечно, обязательно будут выходить... Я люблю... Я люблю раскрашивать. Нет. Обязательно будут выходить, что я раскрасила за месяц. Получается, ну, он выйдет 1 мая уже довольно скоро. Ну, как скоро? Через 2 недели? Я считаю, что он довольно скоро. В общем, ладно. В итоге наболтала я вам больше, чем сам обзор, скорее всего, да? Ну, примерно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите палец вверх, подпишитесь на мой канал. Огромное-огромное спасибо, что вас уже 1100. Вот, огромное спасибо. Вот, в общем, вот сердечко вам. Я безумно рада. Просто люблю вас, целую. Всем пока, с вами была Явилу. Всех люблю.